Получение Иоанна Златоуста о том, что никакие бедствия и опасности не могут принести вреда для человека. Дивная история Писаний, получается, той Златоуст, описывает для тебя жизнь древних и представляет тебе как падших, так и уязвимых, дабы всячески вразумить тебя, что тому, кто сам себе не делает вреда, никто другого повредить не может, хотя бы вся Вселенная подняла против него жестокую войну. Святые жили в Боге, в этой жизни они видели только истинную жизнь. Все же внешне для них было как бы ничто, а посему для них не было ни страхов, ни опасностей, ни бед. А все же, чем хотел им навредить враг рода человеческого, они обращали в пользу для души своей. Ты спросишь меня, неужели тот, у кого по кознему клеветнику отняты имения, не потерпел вреда, лишившись сего имущества, потеряв отеческое наследство и впавши в крайнюю бедность, не потерпел вреда, а еще получил пользу, если он внимателен к самому себе. Скажи мне, какой вред причинило это апостолам? Не с голодом ли, жаждой, наготой непрестанно боролись они? Но по этому самому они были весьма славны и знамениты, и получали великую помощь от Бога. Какой вред Лазарю причинили болезни, раны, не считая беспомощное одиночество? Не за это ли особенность притяны ему вельцы? Какой вред был для Иосифа от того, что он, об нем была худая молва и в собственной земле, и в чужой? Его считали и распутником, и блудником. Повредило ли ему рабство? Повредило ли удаление от Отечества? Не потому ли особенно мы восхищаемся им и изумляемся ему? Но что я говорю об удалении из Отечества, о бедности, худой молве и рабстве? Самая смерть, какой вред причинила Авелю? Смерть и насильственная, и безвременная, и нанесенная братней рукой. Видишь ли, как речь моя показала, что не только никто не терпит вреда от какого-либо другого, но еще большую пользу получает внимательный к самим себе. Иосифу сделали вред братьям, но сам он не потерпел вреда. И на Авеля злоумышлял Каин, но он не получил вреда от злоумышления. Страждущие от злоумышленников делаются славнее, хотя это зависит не от намерения злоумышляющих, а от мужества, подвергающихся злоумышлениям. Поэтому последним определяются награды за любомудрие, а первым – наказание за злобу. «Люшен ли ты богатства?» Говори, «Нак я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь» – книга Иова. «Идет ли о тебе худая молва, и бесчисленными злословиями осыпают тебя?» «Вспомни следующее изречение. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. И еще. Возрадуйтесь и возвеселитесь, когда пронесут имя ваше бесчестным. Изнан ли ты за пределы Отечества? Представь себе, что ты принесешь здесь Отечество, но если хочешь быть любомудрым, то и всю землю заповеданно считать тебе чужой. Подвергся ли ты жестокой болезни? Скажи апостольские слова. Если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Потерпел ли кто насильственную смерть? Представь себе и Анну, и голову его, отсеченную в темнице, принесенную на блюде и отданную в награду за пляску блудницы. Представь себе и награды за это. Все эти страдания, когда они причиняются кому-нибудь несправедливо, очищают грехи и доставляют праведность. Так велика от них польза для тех, которые переносят их мужественно. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...